Всем привет! Это продолжение серии компромиссные антенны. Что такое компромиссные антенны? Это такие антенны, авторы конструкции которых пытались достигнуть компромисса между эффективностью антенны или вообще между нормальной работой антенны и каким-нибудь ее удобством для пользователя, например широкополосностью, многодиапазонностью или малогабаритностью. Часто такие антенны имеют очень низкую эффективность и работают очень плохо, но все равно они достаточно популярны среди пользователей. В предыдущих нескольких выпусках из этой серии я вам рассказывал о коротковолновых компромиссных антеннах, в этот раз поговорим про компромиссную антенну для диапазона УКВ. Какая цель всей этой серии компромиссные антенны? Цель показать вам насколько разные варианты компромиссных антенн работают хуже полноценных антенн, насколько укороченная какая-нибудь мобильная антенна работает хуже чем полноразмерная, насколько широкополосная антенна работает хуже чем диапазон и так далее и тому подобное. Очень много встречается заблуждений по поводу компромиссных антенн, что вот я сейчас себе там сделаю маленький штырек на балконе и он будет работать во всех диапазонах. Это не так, работать он будет, но работать он будет очень-очень плохо. И вот в этот раз именно разговор пойдет о балконной антенне. Часто я встречал одно и то же заблуждение у людей, что говорят вроде как, зачем я буду тянуть кабель на крышу, ставить какие-то мачты, антенны, это все сложно, дорого, неудобно. Я вот поставлю автомобильную антенну на магнитном основании, на подоконник, на окно. Хорошо, что еще и ставят с наружной стороны окна на внешний подоконник, а не внутри в комнате. Или кто-то говорит, ну на подоконник это не очень хорошо конечно же. Я лучше поставлю на балкон, не на окно в комнате в железобетонном здании, а на перила балкона. Перила балкона это конечно гораздо лучше чем подоконник окна, но все равно на самом деле это все очень плохо. Но самые продвинутые пользователи доходят до того, что сооружают какой-нибудь кронштейн длиной метр или полтора, устанавливают его на окно или даже на балкон. То есть представляете себе балкон уже от стены дома отстоит на сколько-то, на полтора метра или у кого на сколько, смотря какой балкон. И еще от этого балкона выступает еще на метр кронштейн и только на этом кронштейне установлена антенна. У КВ диапазона, например, на диапазон VHF. Кажется, так далеко антенна отстоит от стенки, она же будет прекрасно работать. Работать она будет очень плохо. Любая такая антенна на балконе, на окошке, на кронштейне, конечно, работает гораздо лучше, чем антенна носимой радиостанции у вас в руке в комнате, но по сравнению с нормальной антенной, установленной на мачте, на крыше этого же самого здания, она практически не работает, работает очень плохо. И сейчас мы с вами проведем эксперимент, в котором я вам покажу сравнение работы. Балконные антенны, идеальные балконные антенны и нормальные антенны, установленные на мачте и на крыше. Почему я сказал идеальная балконная антенна? Потому что она установлена не на окне и не на балконе, а еще и над длинным металлическом кронштейне. который закреплен за балкон, то есть, как я вы сказал, балкон от балкона еще на метр выступает металлический кронштейн и на нем установлена антенна длиной примерно метр, то есть полуволновый вибратор на диапазон 145 мегагерц, полуволновый вибратор, то есть диполь, запитанный с краю, запитанный снизу. Это автомобильная антенна, не требующая противовесов, она самодостаточная. Четвертьволновые антенны требуют противовесов, полуволновые не требуют. Вот эта антенна полуволновая и она самодостаточная, противовесов не требует, но если бы она их требовала, то в качестве противовеса выступает большой алюминиевый кронштейн, в качестве которого используется прямоугольник с сечением, труба прямоугольная с сечением 40 на 80, достаточно толстостенная, толщина стенки миллиметра полтора что ли у нее. То есть прочная, очень большая алюминиевая конструкция, которая могла бы работать как противовес, если бы он был нужен этой антенне, но он не нужен. Итак, вот такая вот балконная антенна, установлена она на балконе девятого этажа, на девятом этаже девятиэтажного панельного дома, то есть очень высоко. Многие еще ставят такие антенны на каком-то на третьем или на пятом этаже и говорят, что она работает нормально. Там она совсем плохо работает, но мы сейчас будем сравнивать такую антенну, установленную высоко на верхнем девятом этаже, с антенной с настоящей, установленной уже на крыше этой же самой девятиэтажки. На крыше есть лифтовые будки, на лифтовой будке установлена мачта 5 метров, на этой мачте 5 метров установлена пластиковая антенна длиной около 3 метров, антенна называется OPEC 200 по-моему, то есть в ней внутри два элемента по 5 восьмых, если я не ошибаюсь, в любом случае два элемента или по 5 восьмых, или два элемента полуволновых. Конечно, она имеет хоть какой-то усиление относительно полуволновой антенны, которая установлена на балконе на кронштейне, но будем сравнивать вот такие антенны. То есть мало того, что она на крыше на мачте, и она еще двухэлементная коленинарка, а на балконе конечно одна элементная и полуволновая антенна. Эти две антенны подключены к двум разным радиостанциям вот здесь на столе. Что-то двух одинаковых радиостанций у меня не нашлось. Таких, которые я хотел бы сейчас использовать. Конечно, какие-нибудь Motorola GM360 я бы нашел две одинаковых, но это не так наглядно. И поэтому две радиостанции ЕЗУ. Одна из них FT7900 она будет подключена к антенне на крыше. К пластиковой коллинеарке трехметровой. На мачте на крыше здания. Кабель 8DFB. И небольшой джампер вот такой вот тоненький здесь до радиостанции уже в помещении. пару метров. Вторая радиостанция ЕЗУ FTM100. Это радиостанция с выносной передней панелью. Вот такой вот. У 7900 тоже можно сделать выносную переднюю панель. Но она у меня используется с установленной на корпус передней панели. А FTM100 стояла у меня раньше в машине, которая разбилась. И радиостанция выжила в этой аварии. Сохранилась. И вот она сейчас отдельно используется. Радиостанция и передняя панель. И к ней подключены балконы, антенны. Два микрофона, две тангенты. Две радиостанции, две антенны. Ничего коммутировать не придется. Просто установлены разные частоты с шагом 25 кГц. То есть очень небольшая разница по частоте. 144-900 на антенну на крыше и 144-925 на балконную антенну. Я буду с разных точек пытаться связаться с этими двумя радиостанциями. На этом моем месте будет находиться Марина. И я буду ее вызывать с носимой станции. Есть еще один очень важный момент, что вот такая вот балконная антенна, как у меня в этом эксперименте, она неплохо более-менее работает в том направлении, в которое смотрит этот самый балкон. То есть в том направлении, которое не закрыто самим домом панельным, девятиэтажным. На моем девятом этаже это не так сильно проявляется, но тоже проявляется. Но если же у вас такая антенна будет установлена на каком-нибудь третьем или пятом этаже, то там это проявляться будет в 10 раз сильнее и за домом вообще ничего слышно не будет. Ну плохо очень будет слышно. А у меня на девятом этаже, ну хоть как-то что-то еще будет слышно. Но даже вот на такой идеальной балконной антенне, идеальная, потому что она не на окне, а на балконе. И не просто на балконе, а на кронштейне, еще и на самом верхнем этаже. Ну то есть лучше уже только на крыше поставить. Вот разница между на крыше и вот такой идеальный балконной антенны тоже будет большая. Давайте сейчас мы с вами посмотрим эту разницу. Сейчас удаление 1300 метров от базовой станции, и я нахожусь с той стороны, в которую направлена балконная антенна. То, конечно, слышимость будет прекрасной и на балконную антенну и на основную. Пробую вызвать сначала на балконную антенну. Один, два, три, четыре, пять. Марина, Марина, Марина. Проверка связи по балконной антенне. Прием. Прием, прием, все слышно, все хорошо. Громко, четко. Ну понятно, я тут на прямой видимости расстояние небольшое. Давай на всякий случай еще по другой частоте, по другой станции. Сейчас я вызову, проверимся и поеду дальше. Здесь тем более прекрасно слышно, да, прием? Да, да, все хорошо слышно, все прекрасно. Вот так вот, разницы никакой нет, что на балконную антенну, что на крыше. Многие скажут, зачем мне ставить антенну на крышу, мачту ставить, кабель тянуть, проводить его как-то в квартиру, пробираться на крышу. Действительно, зачем? Разницы ведь никакой нет. Но мы сейчас проверяли связь на расстоянии 1,3 километра. Тут можно с носимой радиостанцией просто так связаться без всяких внешних антенн. Во-первых. Во-вторых, балконная антенна находилась именно в направлении корреспондента с носимой радиостанции, то есть меня с носимой радиостанции. Поэтому, конечно, тут будет прекрасно слышно. Да, мощность везде 5 ватт. На автомобильных станциях на обеих 5 ватт. У меня в руках носимая радиостанция тоже с мощностью 5 ватт. Радиостанция Ритевис РА-89, максимальная мощность у нее 10 ватт, а средняя около 5 ватт. Вот у меня именно средняя на ней и включена. Смотрим, что будет на других удалениях. А вот сейчас удаление 3,5 километра. Я опять нахожусь с той стороны от здания, с которой расположена балконная антенна. И попробую сейчас отсюда связаться. Естественно, сначала вызываю на частоте, на которой работает радиостанция, подключенная к нормальной антенне, к антенне, расположенной на крыше, а не к балконной компромиссной антенне. Марина, 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 проверка связи. Как меня слышно из этой точки? Прием. Прием, прием. Слышно прекрасно, громко, все хорошо. Вот смотри, я включился на передачу, сейчас помолчу несколько секунд. Там шумов вообще ведь не будет, да? Вот смотри, молчу, оставив передачу. Шумов нет совсем, да, прием? Шумов нет. Ну только если совсем такой легенький, почти не слышный. Да, принято. Давай переключаюсь на другую частоту, где балконная антенна. Переключился. Марина, Марина, как меня здесь слышно на балконную антенну? Прием. Ну, вроде ничего. Все слышно. Разборчиво. У меня почти так же шума практически не прибавилось. Единственное, что немножко... Такие шумы шипящие появились. Ну вот смотри, сейчас я поговорю немножко, еще и паузу тоже сделаю, оставив передачу нажатой. Посмотри, там шум не появился немножко. Один, два, три, четыре, пять. Пауза. Прием. Да-да, шум появился, такой ощутимый. Не так прям, чтобы страшно было, но... Но слышно такое шипение. Хорошо, направлюсь в следующую точку. Тоже, наверное, скажете, разницы практически никакой нет. Ну, действительно, можно связаться и так, и так. Какая разница? Да, еще раз напоминаю, направление сейчас с моей балконной антенны как раз туда, на меня, стоящего сносимой радиостанции, на удалении 3,5 километра. Еще раз повторяю, 3,5 километра это очень мало. Высота здания большая, 9 этаж, и антенна моя балконная на 9 этаже расположена, и с нее прямая видимость в то самое место, где я стою сносимой станцией. Если бы это был не 9 этаж, а какой-нибудь 4, то было бы слышно уже гораздо хуже, про первый вообще молчу. Так что просто у меня идеальная балконная антенна. Верхний этаж здания, длинный кронштейн от балкона, а не от стены здания, поэтому все так хорошо. Пока все так хорошо. Смотрим другие удаления. Сейчас расстояние чуть меньше 5 километров, но зато вокруг меня много домов, они закрывают прямую видимость, плюс еще рельеф местности такой, что здесь тоже есть перепады высот, и из-за этого тоже нет прямой видимости. Пробую связаться, вызвать на частоте, на которой включены радиостанции, работающие на нормальную, на стационарную антенну, расположенную на крыше. Сначала на этой частоте вызывают, так как уверен, что здесь связь будет. Марина, 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 как меня слышно, на стационарную большую антенну, прием. Слышно тебя хорошо, все прекрасно, разборчиво. Такой легкий-легкий шумочек такой есть. Но он не мешает, он даже не громкий. Так, давай я сейчас пройдусь немножко, перемещусь, и мы посмотрим, как будет меняться сигнал. А вот я пошел, перемещаюсь, немножко иду, и там, наверное, будут какие-то провалы. Были провалы, увеличение уровня шума приема? Да, были провалы, прямо такие миллисекундные. Когда звук вообще исчезал, и немножко такой уровень шумов тоже такой плавал. Хорошо, сейчас тогда переключаемся на балконную антенну. Так, вот как на эту антенну меня слышали? Марин? Привет, Марин. Прием, прием. Я понимаю, что ты меня вызываешь, но слова не разборчивы. Так, вот я пошел, перемещаюсь, назад опять. Перемещаюсь. Давай. До улучшения, прием. Я поняла, что ты перемещаешься, это я услышала, остальное так все в шумах. Периодически тоже исчезал звук совсем, но тут все гораздо хуже, потому что... Вообще разборчивость такая не очень хорошая. Все, понял. Сейчас разбираешь меня, нет, прием? Сейчас разбираю, да. Давай опять на основную антенну небольшую. Ну да, но все равно шум есть. Вот так и все. С балконной антенны связи нету. Это при том, что всего лишь 5 километров. И я нахожусь еще с той же самой стороны, в которую направлен балкон мой. То есть дом меня мой не закрывает. Просто там, где я нахожусь, уже много-много разных домов и сложный рельеф местности с перепадами высот. Поэтому связи нет с балконной антенной, а с внешней антенной на крыше, с стационарной антенной связь есть. А вот сейчас удаление 3 километра, но ровно в противоположную сторону. То есть я сейчас нахожусь с другой стороны от железобетонного здания, на балконе которого расположена антенна. Но эти антенны есть не только на балконе, но и на крыше. Поэтому пробую сначала вызвать на антенну, которую на крыше. И да, между мной и этим зданием еще очень много разных домов разного вида. И панельных, и пятиэтажных, и девяти. В общем, пока непонятно, будет ли слышно даже на основную, на большую антенну. Вызываю на основную антенну. Марина, 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 как меня слышно? Прием. Прием. Слышно все прекрасно, все хорошо. Ничего плохого не наблюдаю. Переключился, вызываю на другой частоте, где балконная антенна. Марина, 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 здесь меня принимают. Марина, 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 здесь меня принимают. Ну, здесь все гораздо хуже. Я сейчас более-менее разобрала твои слова, но так все в шумах. Ладно, вот говорю что-нибудь. Что-нибудь говорю. Давай вот тебя сейчас пройду, если ты не будешь. Интересно, отваливается там сильный сигнал. Давай, давай. И еще, и вообще исчезает звук совершенно. Перехожу на основную антенну. Да, поняла. Вот здесь как с основной слышно, как у меня слышно? Ну, здесь все слышно, все хорошо. Поговори что-нибудь, я пройду несколько метров вперед. Вот я тебя слышала по обеим радиационциям. Здесь я все тебя разбираю. Звук никуда не исчезает, все в порядке, все достаточно стабильно. Там прямо проблематично. Что-то разобрать и понять было. И шумно, и вообще периодически речь исчезала. Так что вот разница глобальная. Да, принято. Здесь я, конечно, тебя тоже прекрасно слышал. Ну вот, собственно, и все. Вы сами все видели. Закончим на этом эксперимент. Даже при расстоянии всего лишь 3 километра. Но когда мобильный корреспондент находится с противоположной стороны от балкона. То есть, когда сам дом, на котором балкон с антенной, закрывает эту самую антенну от мобильного корреспондента. Связи практически никакой нет. Даже когда всего лишь 3 километра. Я думаю, что было бы полтора километра, было бы тоже все очень плохо. Что я вам хочу сказать? Для чего я все это делаю? Я не хочу сказать, что если у вас нет вообще никакой возможности поставить антенну на крышу. Вы живете в каком-нибудь дурацком ТСЖ, где договориться с этими СЖ невозможно. Они вас никогда не пустят на крышу, что не надо ставить антенну на балкон. Надо ставить? Конечно, надо ставить. Лучше антенны на балконе, чем ее отсутствие вообще. Лучше антенны на балконе, чем носимая радиостанция в комнате. Конечно, лучше. Но по возможности нужно использовать антенну на крыше. Это во-первых. Во-вторых, если у вас есть задача связаться из пункта А в пункт Б, и вы точно знаете, что с вашего балкона, с пункта А в пункт Б, прямой видимости нет, что ваш балкон направлен в противоположную сторону, то связи, скорее всего, не будет. Особенно, если это не такой верхний этаж, как у меня. И антенна у вас будет стоять не на длинном каком-то кронштейне, а на самих перилах балкона или на подоконнике окна, тем более связи не будет. Так как любое здание, даже если оно будет у вас кирпичное, а не железо-бетонное, что не часто встречается, особенно с высокими зданиями, оно все равно будет очень сильно закрывать распространение сигналов. В здании внутри будет множество проводов, каких-то перекрытий бетонных, все равно, даже если здание кирпичное и так далее и тому подобное, двери железные, там еще что-то. Все это будет поглощать и отражать сигнал, и связи нормальной не будет. Плюс, конечно же, высота установки антенны очень-очень важна для УКВ диапазона. Поэтому антенна на крыше и на мачте имеет прямую видимость до гораздо большего количества точек во всех сторонах, во всех направлениях, чем балконная антенна. Даже вот так вот у меня на верхнем этаже здания, не говоря уж про разные вторые, четвертые и пятые этажи. Так что я не хочу сказать, что никогда не используйте балконную антенну. Если другого варианта нет, то балконная антенна тоже вариант. Но если есть хоть какая-то возможность поставить антенну на крышу, то знайте, что разница будет огромная. Если бы я вам сейчас показал разницу не на расстоянии 3 километра, а на расстоянии 30 километров куда-то уже с автомобилем, который едет где-то в области по трассе, то разница была бы такая же, что мы просто бы слышались на внешнюю антенну с этим самым автомобилем, включив 50 ватт на автомобильных радиостанциях. А на балконную мы просто вообще бы никак не слышались, и все, просто связи бы не было. Так что все-таки внешняя антенна на крыше и на балконе – это две большие разницы. Почему я балконную антенну сейчас назвал компромиссной? Потому что используется автомобильная антенна. Автомобильная антенна не предназначена для установки на здании, она предназначена для использования на автомобиле. Поэтому и компромисс, что я взял автомобильную антенну, маленькую, и использую ее на здании. Компромисс в том, что я не ставил какие-то мачты на крыше, а поставил антенну на балконе. В этом тоже компромисс. Это все сделать гораздо проще. И вот это вот гораздо проще всегда приводит к тому, что будет гораздо хуже работать. Поэтому я такую антенну и назвал тоже компромиссной. Хотя среди автомобильных антенн эта антенна очень неплохая. Среди автомобильных антенн, работающих в двухметровом диапазоне, антенна сама по себе очень неплохая. Если ее использовать по прямому назначению, то работать она будет неплохо. для автомобиля, для тех условий, в которых она будет, и по сравнению с другими автомобильными антеннами. Это неплохая антенна. Еще бывают ситуации, что на балкон можно установить направленную антенну, направить ее именно туда, куда вам нужно, и будет у вас уверенная связь точка-точка с тем корреспондентом, который находится в прямой видимости с вашего балкона, и вы с направленной антенной будете прекрасно связаны, если вам нужна только связь точка-точка. Если говорить о разнице между диапазонами, мы сейчас проводили эксперимент на 144-145 МГц, разница была примерно такая, если использовать диапазон 430 МГц, разница будет немножко больше, так как любые здания будут преграждать путь сигналу еще больше, 430 МГц еще хуже проникает через различные здания железобетонные, и через сам этот дом, на котором расположена балконная антенна вместе с этим балконом, и через другие здания, около которых я находился, так что на 430 МГц все было бы немножко хуже, иногда какие-то переотражения, может быть, помогли бы в тех местах, где я находился с носимой станцией, но в принципе было бы хуже. Если разговаривать про какой-нибудь диапазон 27 МГц, то было бы совсем все ужасно на балконную антенну на 27 МГц, меня просто вообще бы никогда бы здесь слышно не было, как только я отошел на 500 метров или на 1000, все, связи бы уже не было, потому что на 27 МГц, мало того, что балконная антенна была бы укороченная, неполноразмерная, потому что полноразмерная четвертушка будет 2,7 метра, 2,7 или 2,6, неважно, примерно такая, никто ее не будет ставить на балконе, поставить автомобильную длиной метр-полтора, она будет укороченная, малоэффективная, но самое главное, что она будет принимать огромное количество помех, которые есть на 27 МГц от любой бытовой техники, компьютеров, мониторов, зарядных устройств, сотовых телефонов, зарядных устройств, там всего, что только может быть, от всяких различных светодиодных и прочих ламп освещения с импульсным блоком питания, все это дает очень много помех на КВ и на 27 МГц, поэтому за этим уровнем помех меня с носимой станцией не было бы слышно вообще. Так что, что касается диапазонов, я вам показал сравнение, в самом удобном, в самом удачном диапазоне, 2 метра, во всех остальных диапазонах все было бы еще хуже. Так что вы теперь знаете, какая разница между полноценной стационарной антенной и балконной антенной, и по возможности используйте, конечно же, хорошие антенны, ну и вообще применяйте радиосвязь в жизни, она вещь нужная, может вам пригодиться в различных ситуациях. Ну и, конечно же, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok